За последние годы обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия стали многие ребята Твери. И не случайно ГТО хорошая мотивация, чтобы привлечь детей к спорту. Ребята стараются быть лучше своих сверстников. Выполнение норматива ГТО очень важно не только для спортсмена, а вообще для любого человека. Потому что в этом знаке, который он получит, когда выполнит все нормативы, он увидит то, к чему он готов. Как его организм подготовлен физически, психологически для выполнения той или иной деятельности, которая в рамках этого физкультурного комплекса введена и вводится. В ДК Затверецкий в этот день настоящий праздник. Свои награды за сдачу нормативов ГТОВК ТРУДУ и ОБОРОНЕ получили юные гимнастки, воспитанницы спортивной школы. У более взрослых спортсменок золотой значок не первый по счету. Я вот уже второй раз участвую, у меня уже второй золотой. В этом году я заканчиваю школу и очень надеюсь, что золотой значок поможет мне при поступлении, даст дополнительные баллы. И я вообще планирую поддерживать свою физическую форму. Совсем юные гимнастки тоже не отстают от старших и также получают золотые значки ГТО, но только первые. И, конечно, как оказалось, для тех, кто занимается спортом с детства, сдать нормативы физкультурного комплекса оказалось несложно. Я начала заниматься с трех лет, я начала заниматься с шести лет, а я начала заниматься с десяти лет. Вручение значков – торжественный момент абсолютно для всех присутствующих. И чтобы этот день оказался еще более запоминающимся, для собравшихся подготовили концерт со спортивным уклоном. Организаторы поблагодарили юных жителей Твери за участие и напомнили, что нормы ГТО можно сдавать в любом возрасте. А кто из ребят только планирует начать заниматься физической культурой, спортивная школа Олимпийского резерва продолжает набор воспитанников.